Месть Месть Чёртый кот Как ты сюда попал? Я приказала вышвырнуть тебя из дома Ничего Ты хочешь получить то место, которое в нашей семье занимает Мичелата? До самой смерти Месть В ролях Габриэл Испания Хосе Анхель Янс Катерина Сиачок Хорхе Кау и другие Стоя мастер Всех Стоя мастер Кто-то неrir Кого-то неудобно Аминь Кого-то неудобно Что я не хочу Лучше Роман Умберто Кико Оливери Автор сценарий Луис Кальменарис Габриэла Домингес Гаролина Гиас Умберто Кико Оливери Оператур Эдуардо Каринья Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ты не уйдешь от меня, Грация. Я приду за тобой. Я вернусь. Я вернусь. На этот раз я делаюсь от тебя навсегда. Как отделаюсь от Росарио. Думаю, тебя надо искупать. Думаю, тебя надо искупать. Будем ждать, когда они выйдут сами или возьмем штурму? Нет, нет. Спрячьте оружие. Я пойду туда один. Один? Но их там много. Это опасно. Лучше идти все вместе. Я уже сказал, что пойду один. Вы проводили меня отсюда и хватит. Большое спасибо. Шеф, в чем дело? Почему нам нельзя с вами? Сейчас поймете. Вы останетесь здесь. Навсегда. Микелло, ты зачем вы это сделали? Почему вы убили людей Дона Данила? Фабрисио. То, что происходит, просто безумие. Это точно. Иначе ваш поступок не назовешь. Я уважаю вас, сеньор, но наш хозяин Дон Данила, зачем вы это сделали? Если бы я оставил их в живых, то не смог бы защитить жизнь ни Валентины, ни ее близких. Послушай меня. Я убил очень многих, но я убивал за дело. Я не получаю от этого удовольствия. Поэтому я не стану убивать их. А ты теперь решай, Фабрисио, ты со мной или против меня? Филипп, где стреляли? Не знаю. Наверное, полет людей Грации. Слава Богу. Малыш не проснулся. Да, судьба несправедлива к нему. Он не заслужил такие испытания. Но что произошло? Наверное, это были предупредительные выстрелы. Валентине лучше, доктор оставил кровотечение. Слава Богу. Теперь осталось выйти из этой передряги. Живыми. Выйдем. Обязательно выйдем. Скоро этот кошмар закончится. Надеюсь. После всего, что нам пришлось пережить, было бы глупо умереть, как крысам в ловушке. Нет, нет, нет. Мы не умрем. Не уверен. За нами охотится целая толпа. И все с пушками. Ну и что? Они не справятся с нами. А если кому-то суждено погибнуть, то это буду я или мы оба. Концепцион, Валентина и Малыш будут жить. И готов отдать свою жизнь за Валентину. В самом деле. Решай, Фабрицо. Я думал, что самое главное хранить верность в семье. И вы были нам в этом образцом, сеньор. Я не понимаю вас. Тут нечего понимать, Фабрицо. С тобой или без тебя я в любом случае не позволю убить Валентину и Луиса Мигеля. Итак, ты идешь со мной? Вы же знаете, что потом нам не будет обратного пути. Если мы изменим Дону Данилу, мы покойники. История подходит к концу, моя дорогая Фабрица. Оставаться с Доном Данилу нельзя. И выхода у нас нет. Данил и Фонтан и Грация утратили разум, поэтому для нас настало время принимать решение. Я свое уже принял. Очередь за тобой. Решай, Фабрицо. Больше ты не будешь меня преследовать, чертов кот. Хоть и говорят, что у тебя семь жизней, я убью тебя семь раз. Ну, я займусь тобой позже. Слушаю. Папа? Что происходит? Как видишь, я заняла дом семьи Фонтана. У меня все идет как помахло. Взять дом, пустяки, это еще ничего не значит. Надо взять власть в свои руки. Когда ты чему-нибудь научишься, Грация? Не волнуйся, папа. Положись на меня. Валентина отдаст мне все, и я сразу же после этого убью ее. Как мы и договорились. Не подведи, Грация. Это твоя последняя возможность получить наше семейное наследство. Не забывай. Это наследство было моим поправу с того дня, когда я родилась. Ты не забывай. Тебе придется заслужить его. Ты совершила много ошибок. И теперь ты должна доказать, что способна справиться с любым трудным делом. Можешь быть в этом уверен. Кстати, я хочу, чтобы в первые дни ты был рядом со мной. Я сама буду за тобой ухаживать. Возвращайся домой. Вместе будешь в безопасности. Рад слышать от тебя такие слова, Грация. Думаю, у нас будет полное взаимопонимание. Сделай свою работу. Покажи мне силу и твердость характера. Они ведь у тебя в крови. Покончи с врагами. И власть, о которой ты мечтала, будет твоей. Не волнуйся, папа. Ты на собственной шкуре узнаешь, какой твердый характер у твоей дочери. У той самой, которую ты всегда презирал. Дон Данила Дон Данила все равно узнает о нас и будет преследовать, пока не убьет. После предательства никто не остается в живых. Я не очень-то боюсь мести Дона Данила. Мне страшно, что власть попадет в плохие руки. Грация Фонтана лишилась рассудка и не сумеет управлять разумно. И единственный способный на это человек сейчас находится в этом доме. Его имя Валентина Диас. Но без нашей помощи у нее ничего не получится. Я не могу вам этого позволить. Она единственная наследница семьи Фонтана. Именно ей мы должны верно служить. Хотя Дон Данила ненавидит ее. Она его внучка. В ее жилах его кровь. У меня это ебанство. Помоги мне убрать трупы. Я сделал для нее все, что мог. Она поправится, доктор. Надеюсь. Она очень сильная. К тому же пуля не задела жизненно важных органов. Доктор, а когда она придет в себя? Она еще долго будет без сознания. Нет, не думаю. В любом случае ей необходим покой. Не волнуйтесь, синьора. Она будет жить. Если только нас всех не перестреляет прямо здесь. Извините. Спасибо, доктор. Благослови вас Бог. Нет, Елена. Нас не убьют. А если уж такова воля Божья, я умру с тобой. Ты же понимаешь. У меня не будет сила плакать с тебя второй раз. Нет, нет, нет. Будем верить в лучшее. Господь не оставит нас в трудный час. Все будет хорошо. Вот увидишь. Мы снова будем счастливы. Этот кошмар закончится. И твой сын будет тебе улыбаться. Все будет хорошо, моя милая. Все будет хорошо. С ней осталась синьора Концепсион. Пусть Валентина немного поспит. Но как она поправится? Думаю, да. Что это значит? Вы не уверены? В своей работе я уверен. Операция прошла успешно. Я не уверен, что нам удастся выбраться отсюда живыми. Алло. Мичелата, вы живы, синьор? Тебе не кажется, что твой вопрос звучит циничной насмешкой? Зачем звонишь? Что тебе нужно? Я понимаю вас, Донуис. Никогда не думал, что ты способен поднять оружие против меня и Валентины, а тем более против моего сына и Концепсион. Как ты мог? Вы вряд ли мне поверите, но я не предавал вас, Донуис. Я на вашей стороне. Я не могу подчиняться приказам безумной грации и фонтана. Старая Дора наверняка спрятала его где-то здесь. Скорее всего, она храмила оригинал завещания в своей комнате. Я в этом уверена. Может быть, здесь? Нет. Опять ты? А ну, брысь отсюда, проклятый кот. Что случилось? Там? Здесь? Вот оно. Точно. Грация фонтана. Единственная владельца состояния семьи фонтана. Я знаю, где вы прячетесь, но у вас очень мало оружия, чтобы обороняться в случае осложнений. Он знает, где мы. Ты так называешь человеческую жизнь, Мичелота? Жизнь шести человек для тебя просто осложнение? Вы не поняли меня, сеньор. Чего ты хочешь? Чтоб мы вышли и нас убили? Этого? Нет, нет, вас не убьют. По крайней мере, пока я здесь. Как ты можешь так беззастенчиво лгать? Нас окружили и только что стреляли по дому. Донуис Мигель, стреляли для того, чтобы защитить вас. Поверьте мне, я говорю вам правду. У вас еще есть возможность избежать смерти, но вы должны немедленно уйти. Позже приедут новые люди, и справиться с ними будет намного труднее. О чем ты говоришь, Мичелота? Ты уже ясно показал на чьей-то стороне. Возможно, ты не подчиняешься грации, но ты все равно служишь Дону Данила. Нет, Донуис. Данила Фонтана лишился рассудка, а я не могу исполнять приказы совошедшего. Я единственный могу спасти вас. Больше вам не откваждай помощи. Я вывезу вас отсюда и отвезу в надежное место. Нет, Мичелота, мы не выйдем. Валентина очень плохая, ей только что сделали операцию и вынули пулю. Вы должны попытаться, Донуис. Другой возможности у вас не будет. Если позволите, я войду, и мы вместе подумаем, что делать. Он хочет войти. Нет, он обманывает нас. Он будет один, и мне показалось, что он говорил честно. Нет, это слишком рискованно. Мичелота человек Данила Фонтана. Не знаю, я не настолько уверен. Мичелота. Что ты здесь делаешь, Пускваль? Дон Данила прислал меня помочь вам. Привозь в ходу. Я тоже так думаю. Но я видел машину ребят, а их самих нет. Где они, Мичелота? Вот оно. Наконец-то заещание у меня. Не могу поверить. Я всю жизнь ждала этой минуты. И теперь никто, никто не отнимет его у меня. Никто не сможет лишить меня удовольствия взять в свои руки все состояние. Котик. Откуда ты узнал, что за вещание лежит здесь? Как ты догадался? Знаешь, я, пожалуй, тебя помилую. Да. Я подарю тебе жизнь. Если бы со мной сейчас был хоть кто-нибудь, чтобы отпраздновать такое счастливое событие. Если бы со мной сейчас была Сандра... Я так и сделаю. Я вытащу Сандру из тюрьмы. Как и обещала ей. Мне нужен человек, которому можно доверять. Я сделаю ее своей правой рукой. Да. Правильно. Сандра. Я тебя освобожу. И мы будем вместе, как и раньше. Ладно, а сейчас пора браться за дело. Я должна как можно скорее избавиться от Валентины Диаса. Я с тобой. И мы всегда будем вместе. А когда я захвачу власть над семьей и возьму себе ее состояние, мы сможем сделать все, о чем мечтали Сандры. Почему ты причинила мне столько зла? Почему? Ведь я тебя любила. Дон Данило. Говорит Паскуаль. Мне нужна подмога. Тех людей, которых вы послали раньше, здесь нет. Думаю, их убили. Наверное, Мичелата. Да. Сейчас я скажу вам адрес. Все, Марьян, я все. Это было ужасно. Мне приснилось, что Валентина и папа попали в перестрелку. А потом... Это был сон, Марьян. И просто страшный сон. Папа звонил. Он цел и невредим. Он сказал, когда вернется. Нет, милая. Мы даже не знаем, где он. Но тебе не стоит волноваться. Твой папа умеет постоять за себя. Не беспокойся. Постарайся уснуть. Ложись, милая. Как ты думаешь, что будет с папой? Что ты имеешь в виду? Я спрашиваю, если он помирится с Валентиной, что будет с тобой и с папой? Ты добрая, помогла нам. Я не хочу, чтобы тебе было плохо. Я тебя очень люблю. Я правда тебя люблю. Давай пока не будем об этом думать, ладно? Постарайся уснуть. Нет, нет, нет и нет. Я ему не верю. Мечелота человек Данила Фонтана, и он наверняка действует по указке Грации. Возможно, так и есть. Но я не прошу тебя довериться ему. Он только хочет войти, чтобы поговорить с нами наедине. Филипп, и ему известно, что мы вооружены. Эта ловушка... Все может быть, но он во многом прав. Прежде всего, нас слишком мало, чтобы долго обороняться. Почему бы не позволить ему войти? Послушаем, что он может предложить. Какой же ты наивный. Нет, я просто мыслю логично. Логично? Какая к черту логика? Говорю, что тебе Мечелота человек Данила Фонтана. Но он работал на меня, и он человек слова. Но теперь он работает на Данила Фонтана. А честно служить двум господам нельзя. Мы должны его впустить. Армандо уже, наверное, спит. Сейчас самое время подготовить документ. Если это возможно, Валентина должна подписать его уже сегодня. Филиппа, нас шесть человек. Всего шесть. Ладно, дай мне сказать. Ребенок, две женщины, ты, я и доктор. У нас три ствола. Как долго мы продержимся? Не знаю, но стоит попытаться. У нас есть предел возможностей. Ты понимаешь, что рано или поздно они ворвутся сюда. На их стороне силы, они сомнут нас. Пройдут по трупам, потому что им нужно одно. Выполнить приказ сумасшедшего старика. Им это дорого обойдется. Пусть даже очень дорого. Но в конце концов они войдут и перестреляют всех нас. Надо найти иной выход. Тебе так не кажется? Это и я, Мичелата. Пусть только дернется. Я тут же убью его. Спасибо, что поверили мне. Ничего подобного. Мы этого не говорили. Ладно, что тебе нужно? В сущности, мне все равно, верите вы мне или нет. Но тот, кто останется здесь, умрет. Что ты делаешь, Мария Луиза? Извини, Армандэ, я без спроса села за твой компьютер, но мне нужно закончить срочную работу. Да? Тогда позволь предложить тебе свою помощь. Скажи, над чем ты работаешь? Я с удовольствием помогу. Это слишком личное. Слишком личное? А если твое дело настолько личное, то, почему этот документ должна подписать Валентина. Объясни мне. А откуда ты знаешь? Объясни мне, что происходит. Что ты делаешь на моем компьютере? Армандэ, мне уже известно, что Валентина перевела все состояние на имя Луисы Мигели. Это значит, что ты рылась в моих бумагах. Побойся Бога, Мария Луиса. Я впустил тебя в свой дом. Я доверял тебе. И вот как ты мне отплатила. Не надо громких слов, Армандэ. Я имею право знать, что происходит с Валентиной. А вы, Слышим Мигелем, скрыли это от меня? Он ничего не знает. Что? То, что слышала. Луис Мигель не подозревает ни о чем. Это придумала Валентина. В сущности, она всего лишь хотела надежно защитить свое имущество, чтобы оно никогда не попало в руки Грации. С другой стороны, она хотела доказать Луису Мигелю, что была неправа, что признает свою ошибку и полностью изменила свое мнение о нем. Естественно, она просила меня молчать, потому что иначе он не согласился бы. Он никогда бы на это не пошел. Она перевела на него все свое состояние и тем самым подставила его. У нас остался единственный способ сохранить им обоим жизнь, заставить Валентину вернуть все Грации. Поэтому я должна поскорее подготовить акт передачи и отвезти его Валентине, пока она не умерла. Пока она не умерла? Мария Луиса, почему ты так говоришь? С какой стати Валентина должна умереть? Может быть, тебе что-то известно? Да, так скажи. Скажи мне, прошу тебя. Что происходит? Спокойно, Концепцион, все в порядке. Что он здесь делает? Ничего страшного, он пришел помочь нам. Помочь? Он убийца, он служит Даниле. Если он приблизится к Валентине, я его убью. Не волнуйтесь, опустите оружие. Мне очень жаль, что так получилось. В нее стреляли ваши люди. Начало-то ушел от них Концепцион. Он пришел сюда по доброй воле, чтобы предложить нам выход. Я могу сказать вам всем, что вам надо срочно уходить. С каждой минутой риск возрастает. Дело в том, что Валентине сейчас необходим покой. А здесь ее ждет верная смерть. Сколько человек сюда приедут? Достаточно, чтобы сравнять дом с землей и похоронить вас под обломками. Учтите, мне пришлось убрать кое-кого из наших. Но один из них успел связаться с Данилом. А он не заставит себя долго ждать. И здесь будет настоящая бойня. Можете поверить мне. Что мы выгодим, если уйдем? Почему мы обязаны верить, что вас и в самом деле волнует наша судьба? Вам нечего тревожиться, сеньор. Я предал Дана Данилу, и моей единственной целью было вывести вас отсюда. Это мое последнее желание. Вы понимаете? И поэтому я предлагаю уйти. Но только вам нужно решить поскорее. Или вы уходите, и у вас появляется шанс выжить, или остаетесь. И погибаете. Решайте. Никто не сможет теперь выгнать меня отсюда. Даже ты, папочка. Я мечтала, когда же ты наконец-то окажешься у меня. Да, Мичелота? Это опять ты? Мичелота переметнулся, Грация. Что? И ты еще говоришь, что держишь все под контролем? Чем ты занята? Пора действовать. Если тебе нужна власть, ты должна убрать Валентину. Поверь, я сама хочу этого больше всего на свете, но... Да никаких но. Если ты действительно хочешь получить наследство, убей ее своими руками. Используй всех людей, какие у тебя есть. Пусть они тебе помогут. Только не подведи меня. Если ты сделаешь все как надо, я передам тебе власть. Но если ты промахнешься... Не угрожай мне. Не надо. Я доверяю тебе. А это будет твое испытание. Ты должна доказать, на что способна. Чёртов, старик. Что он думает? Что мне не хватит сил справиться с моими врагами? Хватит. Еще как хватит, потому что у меня нет принципов. Я уничтожу всех. Включаю и тебя, папочка. Насколько мне помнится, я не говорил тебе, что Валентину ранили во время бегства из дома. Поэтому объясни мне, откуда ты об этом узнала. А ты почему скрыла это от меня? Меня просил Луис Мигель. Тогда ты не имеешь права требовать от меня объяснений. Я хочу спасти Луиса Мигеля, увезти его в спокойное место. И я это сделаю. Ты мне еще не ответила. Скажи, Мария Луисовна, каким образом ты узнала, что Валентина ранила? Отвечай. Не смей ко мне прикасаться. Я не позволю тебе выйти отсюда, пока ты не скажешь мне правду, Мария Луиса. Ответь, прошу. С кем ты разговаривала и кому еще известно, что происходит? Отвечай. Я говорила с грацией. В конце концов, на чьей ты стороне, Мария Луиса? Она уже знает, что Валентина перевела все на имя Луиса Мигеля. Она ничего не выиграет, если убьет их. Я хочу сохранить им жизнь, только и всего. Какая ты наивная. Как будто ты живешь в другом мире. Ты не знаешь грацию фонтана. Она чудовище. И она не успокоится, пока не убьет их обоих. Ты ничего не понимаешь, Армандо. На карту поставлены Жигни Луиса Мигеля. И мы обязаны хоть чем-то ему помочь. Пусть люди будут готовы немедленно выехать. Собери всех. Они поступают под мое командование. Какая будет дичь, сеньора? Все враги нашей семьи. Вы хотите поехать с нами? Обстановка небезопасная. Да, я знаю. Но нас предали самые доверенные люди. И я предпочитаю сделать работу сама. От этой игрушки пользы будет мало. Найди мне стол покрупнее и побольше патронов к нему. Как можно больше. Предупреждаю. Того, кто предаст меня, я убью своими руками. Понятно. А теперь... Пошли отсюда вперед. Пора покончить со всеми. От паршивой сучки Валентины Диас не останется и следа. Я ее убью. Я ее разорву в кулачки. Я люблю Луиса Мигеля. Я не брошу его одного в такую минуту. Я знаю, что надо заставить Валентину вернуть все Грации. Иначе она убьет их обоих. И Луиса Мигеля, и Валентину. Если она еще не умерла от раны, которую получила... Надеюсь, она жива. Луис Мигель сказал, что к ним едет доктор, чтобы сделать ей операцию. Думаю, все закончится благополучно. У них есть оружие, они укрылись в надежном месте, где смогут спокойно отсидеться. Грация обещала мне, что не тронет их, если я уговорю Валентину подписать этот документ. Да пойми ты, наконец, Валентина ранена. Она сейчас не в состоянии подписывать что-либо вообще. Мы должны попытаться, Арманды. Обстоятельства таковы, что Валентина не имеет права ничего решать. Речь идет о жизни Луиса Мигеля. Обстоятельства намного сложнее, чем ты себе представляешь, Мария Луиса. Мне прекрасно известно, кто такая Валентина Диас. И я совершенно точно знаю, что между ней и Луисом Мигелем не может быть ничего. Но... Ты не знаешь Грацию. Если ты не сдержишь свое обещание, она станет твоим врагом. Ты ничего не понимаешь, Армандо. Я люблю Луиса Мигеля, люблю его. И готова пойти до конца, чтобы спасти. Иного выхода у нас нет. Валентина во что бы то ни стало должна отдать семейное состояние Грации. Иначе они все погибнут. И Луис Мигель, и Валентина, и ее сын. Дон Фернандо, это я, Фрэнки. Как вы, сеньор? Вам уже лучше? Как наши дела? Вообще-то, сеньор, не очень. Обстановка сложная. Но вы лежите, отдыхайте. Вы еще очень слабы. Вы едва не умерли. Говори, Фрэнки. Что случилось? Эх, Дон Фернандо. Грация взяла штурмом дом семьи Фонтана. При этом стреляли в Валентину. Похоже, ранили. Фрэнки. Не дай ее убить. Сеньор, что же я могу сделать? У меня нет людей. Все нас бросили. Я боялся, что вас достанут в больнице и пустил слух, что вы умерли. Сейчас вряд ли кто станет меня слушать. Альфредо. Сеньор, он готовится стать священником. Оружие не его дело. Передай Альфредо, что молитвы ему не помогут, если он оставит семью в беде. Так и передай. Дон Фернандо, поспить-ка вы лучше, а потом поговорим. Это приказ. Поезжай сейчас же. Как прикажете, сеньор? Слушаюсь. Бедный брат мой. Из-за смерти дочери я даже не простился с ним. В нашей семье смерть стала частой гостей. Судьба несправедлива к нам. Адраси он не заслужил смерти. Отец тоже. Он встал на новый путь. Он начал возрождаться. Духовно. В нем проснулась любовь к научке, к Валентине, дочери Марко Тулио. И эта любовь преобразила его. Он стал другим человеком. А теперь Грация Фонтана. Будь она проклята. Змея. Она убийца. И я не понимаю, как папа мог с ней связаться, как он мог так безоглядно отдаться своему чувству. Именно в этом была его ошибка. В конце концов, она его убила. Самым подлым образом. Извините, что перебиваю. Но вы все семья Дона Фернандо Балерога, и вы должны знать правду. Какую? О чем ты говоришь? Я хочу сообщить вам новость, которая вас обрадует. Дон Фернандо Балерога жив. Дон Фернандо Балерога жив. И вас самих, и всех ваших близких. Я буду решать вашу судьбу, кому жить, а кому умереть. И вы обязаны слепо повиноваться мне. Вам понятно? Быстро. Поехали. Грация стреляла в него несколько раз и очень тяжело ранила. Но Дон Фернандо крепкий мужик. Он выжил, и сейчас приходит тебя в больницу. Зачем же нас всех заставили поверить, что он погиб? Чтобы защитить Дона Фернандо от Грации, она могла попытаться добить его. Слава Богу. По крайней мере, в этот печальный день произошло хоть что-то хорошее. И где он сейчас? В клинике. Он еще очень слаб после операции. Я поговорил с ним, он в уме и в памяти. Дон Фернандо хочет снова объединить семью. Альфредо, он послал меня к тебе. Зачем? Ты нужен своему отцу. Ты единственный, кто сейчас может ему помочь. Чего он хочет от меня? Он прекрасно знает, что скоро ты должен принять сан священника, и что твоя жизнь круто переменилась. Он любит тебя, и поэтому оберегал тебя. Держал подальше от семейных неурядиц. Но сейчас только ты можешь остановить взбесевшуюся Грацию Фонтана. Извини одну минуту. Что ты говоришь? Давай-ка уточним. Фернандо хочет, чтобы Альфредо убил эту сумасшедшую? Нет, совсем не это. Он хочет, чтобы ты защитил его внучку, Валентину Диас. Грация задумала покончить с ней. Она действительно с ума сошла от власти. И если ее не остановить, исчезнет не только Валентина Диас, но и вся семья Валеруба. Хорошо, что я должен делать. Погодите. Погодите. Должен же быть иной способ помешать Грации Фонтана. Можно полицию вызвать? Нет, семья Фонтана купила полицию с потрохами, другого пути у нас нет. Ты должен взять это дело в свои руки, иначе всем нам придет конец. Всем. Согласен ты или нет, я все равно подготовлю акт передачи и заставлю Валентину подписать его. Это единственный выход. Ты все равно не сможешь сдержать обещания. Как ты отвезешь документ Валентине, если не знаешь, где она скрывается? Лично мне это неизвестно, и тебе, наверное, тоже. Ты же не знаешь, где они. А ты случайно не обманываешь меня? Ты действительно не знаешь, где она? Говорю тебе, мне это неизвестно. Луис Мигель не сказал мне. Наверное, это Луис Мигель. Луис Мигель? Нет, это не твое обожаемое чучело. Это Грация. Ну как? Ты выполнила свое обещание? И еще нет. Я жду звонка Луиса Мигеля, и уже собираюсь ввести бумагу на подпись. У меня все готово, но ты должна дать мне еще немного времени. Прошу тебя, подожди. Хитрая Лиса. Боюсь, что ты опоздала. Судейская крыса. Я уже знаю, где они прячутся и едут туда. Так что, если хочешь спасти жизнь своему ненаглядному, поспеши, Валентина Диас должна перед смертью вернуть мне все, что украла. Ты обещала, что пощадишь ее? А ты не сдержала свое слово, поэтому делай, что я велю. Тогда скажи мне, где они, и я немедленно поеду туда. Минутку. Должен быть другой способ. Нельзя во всех случаях хвататься за оружие. Она совершенно обезумела, Дон Себастьян. Грация глотает какую-то дрянь, у нее начались галлюцинации. Она не в уме, сеньор. Где Валентина и ее сын? Заперлись в том клубе, где хозяйкой была Ракель. Там, где держали адресен. В борделе? Мы его закрыли. Да, закрыли, да, но Валентина Диас и ее люди спрятались там. И, к сожалению, их нашли. А кто с Валентиной? Ее сын, сеньора Концепсион, Филипп и еще доктор Тартоса. Он поехал ее оперировать, когда в нее всадили пулю. Они одни и защититься сами не смогут. И вся надежда только на тебя. Я поеду. Не сходи с ума, Альфредо. Ты почти священник. Я и хочу поехать так священник, Дон Себастьян. Надо остановить кровопролитие. Прости, но я скажу откровенно, Альфредо. Я думаю, тебя убьют первым. Эти люди не верят в силу молитв и проповедей. Спроси у Дона Себастьяна. Он долго пытался противостоять оружию. Словом Господнем. Толк-то не было? И что ты предлагаешь, Френки? Я должен сам взять оружие в руки? Поезжайте туда с людьми и с оружием. Другого пути нет. Иначе все погибнут. В том числе и ты сам, Альфредо. Альфредо, подожди. Ты начал новую жизнь. Ты должен найти иной выход. Давайте подумаем. Уверен, мы найдем мирное решение. Френки прав. Иного выхода их правды нет. Ты прекрасно знаешь породу этих людей. К сожалению, в этом случае мы должны прибегнуть к силе. Только к силе. Френки, найди Толстяка. У него есть крепкие опытные ребята. Когда они будут готовы, пусть позвонят мне. Альфредо, ты понимаешь, что ты делаешь? Да, тядя. Пусть ребята возьмут побольше стволов. Проследи за этим, Френки. А я пока переоденусь, и будь что будет. Адрес у тебя уже есть. Времени у тебя немного. Потому что я хочу покончить с этим делом как можно скорее. И предупреждаю, никаких уловок. Не вздумай обмануть меня. Иначе ты пожалеешь, что разделается на этот свет. Она дала мне адрес. Мы должны немедленно ехать. Что она сказала? Их выследили, и теперь она готова на все. Кроме того, она считает, что я пытаюсь ее обхитрить. Нельзя терять время. Поехали скорее. Продолжение следует... Продолжение следует... Да, Ольга, пойду. Тогда поторопись. Надо собрать одежду заключенных из всех камер и погрузить ее в хозяйственную машину. Из всех камер? Да, из всех. А что, не справишься? Нет, Ольга, дело в другом. Понимаешь, я еще путаюсь в коридорах и могу заблудиться. Возьми себе кого-нибудь в помощь. Ольга. Спасибо тебе. Ты такая милая. Спасибо. Продолжение следует... Да, оно паршивая сучка. Проклятие. Отходим. Слишком поздно. Это грация, значит сейчас появятся остальные. Нет, надо пробиваться. Лучше не поднимать стрельбу. Пошли назад. Отступаем. Отступаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...